Всем доброе утро, друзья! У нас сегодня суббота, 6 апреля. Я сажусь завтракать. У меня молоко с хлопьями, чай, яйцо, тут хлебушек. Сейчас еще достану какой-нибудь себе бутерброд. Тут у меня клевер стоит в вазочке. Листья уже желтеет. Давно нарвала. Я собираюсь, иду на работу, смотрю в окошко. Видите, вон повесили такой оранжевый, такая как, ну не флаг, а такая штука, которая показывает направление силу, наверное, ветра. Нет, скорее всего, направление больше. И не очень видно вот за деревом. Вот здесь опять пригнали сюда на поле такие самолетики, которые, по-моему, безмоторные называются. Их в небо подымает вертолет, там до какой-то высоты, и отпускает. Ой, вертолет, самолет. И отпускает. А потом они уже планируют на крыльях своих, вот, ну типа как дельтапланом, только это такие самолетики безмоторные. В прошлом году у нас, наверное, в это же время было вот это вот развлечение. И в этом году тоже, наверное, будет всю субботу, всю воскресенье, может быть, немножко позже. Мы дома будем в субботу, в воскресенье. Я сегодня на обеды работаю, и потом свободно. Может быть, придем, погуляем поближе, поснимаем, как это все выглядит. Вот, семейство мое дома. Дрыхнут все подольше, отсыпаются. Бегу на работу на автобус. Чуть-чуть заглянули в город одним глазом. Вот так вот у нас посылки оставляют прямо на улице. Никто чужой не заберет. Сегодня, наверное, после работы проведу время в огороде, потому что шли дожди. Вот, еще ничего из того, что я посадила, не растет, не выросло, не выглядывает. Зато травы уже по колено вышло. Надо будет сегодня немножко поковыряться здесь, пособирать травку. Красота. Вон там эта площадка с этими самолетиками. Все, бегу на автобусу. Рассадка на трее. Украя травка. Бегу знакомой вам уже дорогой на автобус, на остановку. Там впереди стройка. Костик красивый цветет. Тут летом ежевики полно. Собирали иногда, когда мимо прохожу. Впереди стройка. Допад наш шумит. Сегодня суббота. Поэтому стройка не работает. Тихо там. Легко сегодня утром проснулась. Немножко, ну как боялась, так думала, что все дороги. Будем уставшие. Мне надо на работу вставать. Ничего подобного. Наоборот, утром подскочила и с удовольствием побежала. Так что путешествия даже такие небольшие, наоборот, ну мне, по крайней мере, дают какой-то заряд бодрости, энергии. Потому что, мне кажется, вот самый смак, как бы так сказать, в том, что ты чередуешь путешествия и работу. То есть, если бы, наверное, постоянные путешествия, то тоже бы это надоедало. А так ты немножко попутешествовал, немножко поработал. Петь немножко попутешествовал. Петь поработал, получил зарплату. И опять радостно поехал путешествовать. Потом радостно побежал на работу зарабатывать деньги. Вот. Следующая неделя еще у Вити каникул, ну, отпуск от работы. На работе две недели у него. Неделя уже прошла. К сожалению, я работаю всю неделю, поэтому как-то будем во второй половине дня стараться где-то тут по месту побольше погулять. В Луган, в Лакарно съездить. Ну, не получается в этот раз. В прошлый раз мы на его отпуск уезжали в Италию дней на пять, по-моему. В этот раз, к сожалению, так не получится. Тоже в этом ничего страшного. Просто будем использовать то, что есть. Отдыхать. Так, где-то недалеко от дома. Так, я сама и доехала в автобусе. До своей остановки. Приготовила себе форму. Футболки синие у нас. И белые брюки. Это те, кто помощник на кухне, так как и я. А у поваров, наоборот, темные. Не есть как бы темные брюки. И белые сверху кителя. Наши шкафчики. Томой. За других. Тут туалет. И там тоже несколько шкафчиков. И умывальник, зеркало. Все, здесь уже выходишь. И идешь в кухню на свое рабочее место. Переодеваюсь и бегу. Каждый раз берем чистую здесь одежду. И потом, когда уходим, здесь вот возле раковина корзина для белья грязного стоит. Туда складываем всю свою одежду, форму грязную. Девочки забирают, стирают. И утром опять берем чистенькую, свеженькую. Иду домой с работы. Вернее, иду на остановку на автобусную. Наши пейзажи. Нам уже знакомы. Кот гуляет. Коты сами по себе гуляют. На киски не реагируют. Не сильно любят контактировать. Вот, иду на автобусе. Витя читаю в телефоне сообщение. Витя пишет в вайбере, что у нас на поле летают уже эти самолетики вовсю. Приходи, говорит, пойдем смотреть и видео снимать. Иду. Хорошо, удобно на работе покушала. И могу сразу не домой, а куда угодно. Там уже по каким-то делам могу смело сразу. Ехать сейчас сяду в автобус и напишу ему. Пусть выходит. Пойдем смотреть самолетики. Сегодня суббота. Типлые люди сидят в кафешках. Мы когда приехали, Тони нас тоже сюда возил кофе попить, посидеть. Мы ездили. Какие-то тут дела делали. Сверху с Браджио спускались. Потом сидели в кафешке. Много людей гуляет. И местных, и приезжих. Так, минут пять надо будет подождать автобус. Так, ну что, в итоге мы не пошли смотреть на поле самолетики. Посмотрели с балкона. Я часа полтора-два поспала днем. И теперь хотим, решили поехать в магазин. Лиду, ладу, сейчас едем. Хорошо на улице немножко ветерок, правда. Но вот для этих вертолетиков этот ветерок, насколько я понимаю, как раз очень хорошо. Или наоборот, не очень хорошо. Не знаю. Может быть, кто-нибудь знает. Вот они, эти самолетики на поле стоят. Например, воздушные шары, наоборот, в ветреную погоду нельзя подымать. А какие-нибудь парапланиристы, наоборот, им нужен ветер. Не знаю. В общем, еще думаю, сходим поближе, посмотрим. Сейчас поедем в магазин. Купим продукты, которые нам там надо, яйца, картошку, что-то еще. И хотим купить на завтра продукты какие-то и съездить на пикник. Может, колбаски какие-то, посмотрим что-то, что быстро приготовить можно на мангале. Так, в Лидле потратили 40 франков. Сразу покажу вам, что купили. Забирай кока-колу. Молоко. Сосиски. Вот такие 4 штучки. Вот такие там на пикник взяли. Вот такие сырые тоже на пикник взяли. Сырое давай отдельно. Курица обрешаю. Паковка йогурт. Литр. Эти йогурты были бесплатные. Паковка сыра. Паковка арахис-орешки. Картошка. Два, по-моему, килограмма. Два курица? Два. Яйца 15 штук. Это уже сверху поставим, да? Рыбка вот такая, 200 грамм красная. И четыре круассанчика. 39 франков и 80 копеек. После магазина подъехали мы сюда, вот на наш этот экоцентр, где эти самолётики базируются. Вон они там поставляли. Много машин на цюрихских номерах. Неужели у них ближе в Сюрихе негде вот это попрыгать с самолётиков? Вот они сюда приехали. Вон их эти самолётики открытые. Это они как-то уже вот складывают. Там им туалет поставили. Кто-то, видно, тут будет ночевать, вон автодома. Ну, уже завтра придём, посмотрим. Там тоже их какой-то большой автобус. Наверное, там кто-то остаётся. Кто-то разъезжается, кто-то остаётся. Вот, но уже завтра посмотрим, как они будут с этими самолётиками тут летать. Я знаю, что прилетает самолёт моторный, цепляет вот такой этот самолётик, тянет его в воздух, отпускает, и они себе там планируют. На улице теплы сегодня. Что же всё зелёное? Там снежок. Да, ну, судя по размеру этих домиков, они большие. Автодома, скорее всего, будут ночевать тут. Кто-то. Кто-то уезжает, кто-то остаётся. Там что-то ещё. Мужчины возятся. Собирают, разбирают. Вот хобби у людей, да, приехали. Ну, им немножко, ну, как сказать. Можно им, наверное, только позавидовать. Классное время люди проводят. В кругу людей, которые разделяют их, да, интересы. Им наверняка есть о чём поговорить, обменяться опытом и всё такое. Сумку с продуктами дочка разбирает. А я поставила перед... Ну, когда с работы пришла, достала ребрышки, поставила, замариновала. И там овощи всякие. Поставила это всё в духовку. Сейчас сколько? 19.09. Часов 8 поужинаем. А я пока пойду в огороде покопаюсь. А в 9 часов проведём, как обычно, по субботам прямой эфир. Часик я покопалась в огороде. Садимся кушать. Рёбушки готовы. Огурчик, помидорчик. Мариновала помидорки. Огурцы из украинского магазина. Овощи, запечённые помидоры. Морковка, брокколи, картошка. Что ещё? Помидоры черри, пару грибов и фенхель. Пару кусочков. Ой-ой-ой, запотело. И салат. Листья салата. Огурец, помидор, оливковое масло, бальзамического уксуса. Чуть-чуть хлебушек. И всё, мы готовы. Можно садиться кушать. Всем, кто садится кушать, приятного аппетита!